Подробники в свободной продаже покупают в аптеке препараты, из которых потом готовят средства, сходные по действию с наркотиками. Хотелось бы узнать, так ли это. Против очевидного факта сотрудники госнаркоконтроля не стали возражать. Аптечная наркомания приобрела небывалый размах. Только в этом году от наркотиков, вываренных из обычных лекарств, в Челябинской области погибло более 150 человек. Эти смерти в том числе на счету вещества под названием дизаморфин. Он в 15 раз токсичнее героина. В народе этот яд назвали крокодилом. Человек становится похож на крокодила, так, относительно, да, в силу того, что у него в первую очередь повреждается сердечно-существическая система, микроциркуляция, происходит изменение конечности в силу того, что микроциркуляция нарушается в первую очередь в конечностях. И кожа приобретает соответствующий вид, и человек гниет заживо. Вся проблема в том, что препараты, содержащие дурманищие вещества, можно свободно купить в аптеках. Ограничить их продажу не могут ни наркополицейские, ни Роспотребнадзор, ни антимонопольщики. Сегодня скупщиков лекарств можно привлечь лишь за незаконное предпринимательство. А перепродажа того же бутерфанола – это максимум штраф в 2000 рублей. Наиболее распространенная продажа в городе Челябинске отмечалась в районе теплотехнического института, за который постоянно наркоконтроль критиковали, а до недавнего времени никакого оружия в наркоконтроле, к сожалению, не было. Против бутерфанола. Мы имели право даже не протоколы составлять в административном правонарушении, а только акты направлять их в милицию. Впрочем, вскоре всему этому придет конец. В октябре вступит в силу постановление правительства России. Такие лекарственные препараты, как бутерфанол, он же стадол, мародол, а также лекарственный препарат коаксил, внесены в третий список психотропных веществ. То есть уже за оборот данных веществ, без соответствующего разрешения, то есть лицензии, лица, которые осуществляют оборотов нелегально, незаконно, будут нести уголовную ответственность. Это означает, что перепродажа лекарств с кадеином будет наказываться реальным сроком – до 20 лет лишения свободы. Но не найдут ли сбытчики дурмана другие лазейки – большой вопрос. Добавим, что сегодня наркотики можно купить даже под видом соли для ванн. Продолжение следует...